Звук Р Также начинаться с артикуляционной гимнастики, потом мы начинаем произносить слоги, начинаем произносить слоги со стечением. Вот сегодня мы посмотрим занятие с Семеном. Семену до звук ставился очень долго, на протяжении, наверное, даже года. Ну вот он звук поставлен, а теперь мы будем его вводить в речь. Сейчас вот вы посмотрите, как он будет произносить слоги. Значит, язычок у нас наверху, да? Да. Тра. Тра. Язычок дальше, чашечку делай. Тр. 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 Но ты не будешь чашку делать. Чашка там. Тра. Язычок там поднял. Тра. 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 Тр. Тр. Вот. Хорошо. Давай дальше тру. Чашку там, во рту. Смотри, сюда не выноси. Тру. 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 Вот. Дальше. Опять там во рту. Тры. 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 Хорошо. Дальше. Опять. Тро. 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 Ну, потяннее на язычок. Тро. Тр-р. 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 Вот. Дальше. Тры, три, три. Тры, три, три. Хорошо. Тр-тру. Тр-р. Тру-тру. Тру-р. Тру-тры. Тру-три. Ну вот, Семён произнёс слуги. И это, надо сказать, не первое занятие, то, что я вот вам показываю. Первое ещё было, наверное, посложнее. Но нам теперь необходимо эти слуги отработать. Когда Семён сделал артикуляционную гимнастику, произнёс эти слуги, мы обращаем внимание на язычок, как у него двигается язычок. Язычок должен быть сверху, должна быть хорошая вибрация. Сначала мы учим звук выделять, то есть он должен его произносить, сильно вибрируя кончик языка. Вот после того, как вы сделали всю эту артикуляционную гимнастику, произнесли слова, ну это будет примерно где-то минут 10, не больше. То есть не загружайте ребёнка. Чем дольше вы будете работать, тем меньше будет нравиться ребёнку. И в следующий раз вы его вообще не сможете усадить. То есть всё должно быть в пределах нормы. 10 минут на артикуляционную гимнастику, на произношение слогов достаточно. Ну вот упражнение у меня длится 20 минут, поэтому ребёнок всё это сделал. Можно заняться другой работой. У меня, как правило, мы какой-то звук ставим, потому что я работаю, ставлю несколько сразу звуков. И поэтому какой звук у него получился, например, звук С или там звук Ш, мы его начинаем вставлять в речь. То есть поработали над артикуляционной гимнастикой, произнесли сроги, слоги, и теперь работаем над звуком С. Или если у вас нет, вы не ставили звук, допустим, какой-то, или у вас остальные звуки ребёнок произносит совершенно правильно, то есть вам это даже и не нужно. Поэтому можно поработать дополнительно, используя сюжетную картинку, позадавать какие-то вопросы. Можно, допустим, посчитать также. Учите ребёнка до школы и говорить много, отвечать на вопросы. Ну вот на этом, пожалуй, всё. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова